Добрый день коллеги, позвольте представиться, меня зовут Рутилья, я тренер Microsoft в центре компьютерного обучения специалист, являюсь действующим MVP по направлению Directory Services, а также одним из авторов и основателей ресурса ITBand.ru. За последние несколько лет я достаточно плотно работал с Exchange Server 2010, и слушатели, которые приходят ко мне на курсы, часто задают одни и те же вопросы. Пришла идея сделать несколько записей в формате TechDays, в которых я буду отвечать на самые часто задаваемые вопросы по Exchange Server 2010. Итак, давайте начнем. Первая часть данного проекта. Ответы на самые часто задаваемые вопросы об Exchange Server. Первый вопрос, на который мне предстоит ответить, это как разрешить передачу больших писем между пользователями вашей организации Exchange, между пользователем вашей организации Exchange и, допустим, пользователями внешними. Сложность заключается в том, что максимальный размер отправляемого и принимаемого письма настраивается в Exchange Server сразу на нескольких уровнях. Поэтому, прежде чем увеличивать дефолтный размер письма, а он, я напомню, равен 10 МБ, нам необходимо понять, откуда и куда будет идти данное письмо. Давайте разберем первый сценарий. Представим себе, что в нашей организации есть два пользователя, которые хотят пересылать вложения размером больше 10 МБ. И нам необходимо, чтобы эти пользователи, или для этих пользователей, максимальная квота на размер отправляемого и принимаемого письма была 20 МБ. Для того, чтобы корректно сконфигурировать данный пример, я переключаюсь на свой Exchange Server и нахожу интересующих меня пользователей. У меня есть два пользователя, это Илья Рудь и Вася Теркин. Именно они и должны пересылать большие сообщения. Как я уже сказал, дефолтный размер письма равен 10 МБ, поэтому я выделяю двух пользователей и перехожу на закладку, которая называется Mail Flow Settings. Здесь есть опция максимального размера письма, Message Size Restrictions. Для двух пользователей разом я поднимаю значение до 20 000 КБ, то есть до 20 МБ. Итак, мы увеличили значение, соглашаемся, идет применение параметров. Ну что ж, давайте проверим. Я уже залогинен под пользователя Илья Рудь и пишу письмо Василию Теркину. Назовем это письмо Test Message Size, то есть проверка размера сообщения. Message Size. И вложим в это письмо несколько файлов, ну, с суммарным размером больше 10 МБ. Я присоединяю Exchange Setup Log и вторым файлом присоединяю еще какой-нибудь файл. Ну, например, файл размером 3 МБ, так, чтобы суммарный размер письма получился больше 10. Что мы с вами видим? Мы видим с вами, что мне не дает отправить письмо, несмотря на то, что мною были изменены дефолтные значения. Все равно ругается на 10 МБ на эту квоту. Не стоит отчаиваться, здесь есть особенность. После того, как вы меняете максимальный размер принимаемого и отправляемого письма в свойствах почтового ящика, должно пройти определенное время. Это порядка 10-15 минут, и только после этого данная квота применит новые значения. Пока идет применение данной квоты, я оставляю письмо, покидаю страничку, и хочу заметить один нюанс. В данный момент я установил квоту в размере 20 МБ. Если бы мне необходимо было установить квоту, к примеру, 50 МБ, и я бы это сделал, то даже по прошествии определенного времени все равно бы не достиг нужного эффекта. Здесь есть одна особенность. У Outlook Web Application, через который я сейчас подключен, также существует собственное ограничение на максимальный размер оттачмента, который может быть добавлен к письму. Для этого, чтобы поменять это значение, я на своем Client Access Server, на своем Exchange, захожу в Program Files, Microsoft, Exchange Server, V14, папочка Client Access, здесь директория OVA, и ищу файл Web Config, который отвечает за настройки Outlook Web Application. Файл Web Config я открою, его для начала еще нужно найти, файл Web Config я открываю в блокноте, что я вижу? Я вижу, что один из параметров, максимальный размер, установлен на пороге 35 МБ. То есть, если бы мне необходимо было добавлять оттачменты больше, то в таком случае пришлось бы еще и здесь править данный файл. Итак, что остается? Остается чуть-чуть подождать. На моей виртуальной машине прошло всего ничего, буквально 3 минуты, и я снова пытаюсь отправить письмо. Также на Василия Теркина, теперь это письмо будет называться Test Message Size 2, и вкладываю вложение, опять же, больше 10 МБ, чтобы проверить, заработали ли мои настройки. Первое письмо, и второе вложение размером 3 МБ. Итак, выполняю оттач, как мы видим, больше не ругается. Давайте отправим письмо. И видим, что письмо действительно ушло, мне не вернулся Non-Delivery Report, то есть все хорошо. Хорошо. Усложняем слегка эту задачу, и теперь я хочу добиться того, чтобы можно было отправлять письмо на внешний почтовый ящик, который находится на сервере live.com. Допустим, себе же. Для того, чтобы отправлять письмо наружу, мне вначале нужно создать коннектор отправки. В моей дефолтной конфигурации Exchange Server он отсутствует. То есть я выбираю Send Connector, создаю новый коннектор отправки. Так его и назовем To Internet. Далее, говорю, что для любого почтового домена, кроме моего, отправка почты наружу должна осуществляться согласно MX-записям. Итак, коннектор готов. Так вот, на коннекторе отправки почты в интернет также есть ограничения. То есть вам недостаточно в свойствах почтового ящика поднять максимальный размер принимаемого отправляемого письма. Это нужно сделать также на коннекторе в сценарии, если письмо будет доставляться в интернет. Для того, чтобы это сделать, я ввожу значение 20240. Но, к сожалению, и этого будет недостаточно. У нас также существует ограничение на уровне транспортного конфига. И изменить это ограничение можно через Shell. Я ввожу GetTransportConfig. Давайте с вами выведем конфиг на экран. И увидим, что существует ограничение на максимальный размер отправляемого письма и максимальный размер на принимаемое письмо. Вот, собственно говоря, что нам нужно. MaxReceiveSize и MaxSendSize. Сейчас они 10 МБ. Давайте проверим, что до изменения транспортного конфига я не смогу отправить Илья Рудь письмо размером больше 10 МБ. Отправляю TestMessageSize3, третье письмо. При этом замечаю, что на коннекторе я уже настройки поменял. Итак, вставляю Exchange MCI-лог. И второй лог у меня был Exchange Setup. Оттачу файлы. Отправляю. И сейчас мне должен вернуться NonDeliveryReport. Вот, собственно говоря, он, говорящий о том, что письмо, к сожалению, не проходит через максимально разрешенный размер. То есть оно у меня весит 13 МБ, а разрешено, как мы видим, 10. Поэтому возвращаемся в транспортный конфиг и меняем два этих параметра. Поменять конфиг можно командлетом SetTransportConfig, ключиком MaxReceiveSize давайте поставим 20 МБ и MaxSendSize тоже, соответственно, 20. Итак, конфиг изменен. Пишу письмо тестовое. Можно взять вот прямо уже существующее и просто его фарварднуть. Фарварднуть на адрес erutsobakalife.ru. После изменения настроек конфига транспорта. Итак, нажимаю кнопочку Отправить. Сейчас письмо ушло из драфта. NonDeliveryReport я пока не получил. Давайте посмотрим, где находится это письмо. Я подозреваю, что оно уже в очереди. GetQueue. Ну и теперь остается дождаться всего ничего, пока данное письмо отправится на мой внешний почтовый сервер. Пока идет подгрузка этого письма, я сейчас зайду на сервис live.com и проверю, что письмо действительно дошло. Вот здесь следует понимать, что почтовая система, которая принимает данное сообщение, она также должна поддерживать максимальный размер письма. Поскольку если live.ru, например, принимает максимальный размер письма 5 мегабайт, то отправить-то я, конечно, могу, но кто же его, собственно говоря, примет. Внешняя почта открылась. Перехожу в папку входящей. Ну и остается совсем чуть-чуть подождать. В папке входящей пока письма нет. Что и следовало доказать, письмо пришло, ну, соответственно, со всеми вложениями. То есть суммарно там получалось порядка 18 мегабайт при передаче. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, как поднять максимальный размер принимаемого или отправляемого письма. Главное, помните, что данный параметр или параметры задаются сразу на нескольких уровнях. И в транспортном конфиге, и на ящике, и на уровне коннекторов. Причем как приема, так и отправки. Второй вопрос, который мы с вами рассмотрим. Как скрыть адресный список от пользователей? Ну, вполне возможно, вам захочется в Exchange создать какие-то свои дополнительные адресные списки. Но по умолчанию адресный список виден абсолютно всем пользователям в рамках вашей организации Exchange. Представим себе такую ситуацию. У нас есть адресный список, который содержит топов нашей компании, то есть руководящий состав. И вы, к примеру, не хотите, чтобы пользователи, входящие в группу временные сотрудники, могли видеть электронные адреса топов или менеджеров нашей компании. Как это сделать? Давайте с вами разберемся. Я опять возвращаюсь на свой Exchange сервер и создаю какую-нибудь тестовую новую адресную книгу. Для этого захожу на Mailbox, Address Lists, Адресный список и создаю новый адресный список. Давайте назовем этот адресный список, допустим, там, я не знаю, MVP, как угодно. И скажем, что включаться в него будут все получатели из контейнера Users, которые имеют почтовые ящики Exchange. То есть нам на самом деле не интересует наполнение, нам важно проверить. Итак, создается адресный список, в него там кто-то да попадет. Давайте с вами проверим, что он есть. Вот он, он, MVP. Что я делаю дальше? Возвращаюсь на свой почтовый ящик, рефрешусь и пытаюсь писать новое письмо. То есть я хочу проверить, увижу ли я новый адресный список MVP, который только что создал. Итак, вот он появился. Заходим в него, там есть три человека. Как теперь скрыть от кого-нибудь этот список? Я вам говорил о том, что у нас есть группа, группа людей. Давайте для этого создадим в Active Directory специальную группу. То есть я открываю в Active Directory Users and Computers, разворачиваю в контейнер Users. И говорю, что меня интересует группа Security, Group. Назовем ее временные сотрудники. Когда группа готова, нам необходимо запретить ей просмотр конкретного адресного списка. Как это сделать? Для этого необходимо переключиться на контроллер домена, либо подключиться к нему по сети. И найти в разделе Configuration этот адресный список. Давайте я переключусь на контроллер домена. Вхожу на свой контроллер домена. И открываю оснастку ADSI Edit. На самом деле вариантов оснасток, которыми можно сделать эту операцию, довольно много. Просто ADSI Edit это то, что у нас всегда под рукой. Итак, открываю ADSI Edit MSK. Как вы помните, Exchange хранит свою конфигурацию в разделе Configuration. То есть данный раздел нас и интересует. Коннектимся. И находим сервисы. В сервисах разворачиваем Microsoft Exchange. Имя нашей организации Exchange. Далее опускаемся ниже по списку Address List Container. Все адресные списки. И находим MVP. Вот если этот адресный список, представленный в Active Directory, мы откроем в свойствах, то увидим, что на закладке Security у нас перечислены права, которые даны на этот список. Я хотел запретить группе Temporary Staff вообще обращаться к этому списку. То есть мне сейчас нужно найти эту группу. Давайте это сделаем. Temporary Staff. И посмотрим, что есть в правах. В правах есть, скажем так, одна из опций Open Address List. То есть нам нужно просто-напросто запретить. Поскольку у нас запрещающие пермишены всегда приоритетнее разрешающих, то теперь мы получим такую ситуацию. Все могут просматривать так, кому даны права, кроме сотрудников группы Temporary Staff. Итак, что я делаю дальше? Применяю и проверяю свое решение. Возвращаюсь обратно на Outlook Web Application. Единственное, что я сейчас сделаю, это разлогинюсь. Но у меня Илья Рудь не входит в группу Temporary Staff. Поэтому для проверки я сейчас его туда включу. То есть захожу Илья Рудь, член групп, и добавляю его в группу Temporary Staff. Остается теперь войти обратно к своему почтовому ящику и проверить, действительно ли эта группа у меня пропала. Итак, проверяем. Пишу новое письмо. Говорю, кому оно предназначается. Опускаюсь ниже. Show all address list. И опачки, группу свою вижу. Красота. Давайте с вами попытаемся понять, почему. На этом моменте мне пришлось поставить запись на паузу, поскольку меня взволновало, почему, собственно говоря, я выполняю все правильно, а адресная книга по-прежнему видна. Ну, в ряде тут небольших экспериментов мне пришлось перезапустить сервер EIS. То есть я выполнил на ClientAccess команду EIS Reset с ключиком NoForce. И только после этого, повторно залогинившив через WebAccess, я уже не обнаружил адресной книги. То есть давайте с вами посмотрим. Я опять же под Ильей Рудь. Он по-прежнему является членом группы Temporary Staff. То есть ничего не изменилось, я не менял настройки. И пишу новое письмо, проверяю, видна ли у меня группа MVP. Show all address list. Соответственно, группа MVP отсутствует. То есть вывод делаем какой. Да, после изменения установки разрешений мне пришлось перезапускать EIS Server. Давайте проведем обратный эксперимент. Я сейчас Илью Рудь выкидываю из группы Temporary Staff. То есть запрет уже не должен сработать. И повторно перелогиниваюсь. Проверим, сработает ли разрешение. То есть увижу ли я адресный список до перезапуска веб-сервера EIS. Итак, смотрим. Но, к сожалению, видимо не увижу. Итак, давайте я сейчас выполню команду перезапуска сервера EIS. И проверим с вами, что группа вернулась назад. Перезапуск завершен. И я сейчас разлогинюсь и повторно зайду на свой Client Access. Итак, подключаемся. И я пробую написать новое письмо. То есть, если все хорошо, то группа MVP у меня должна появиться. Собственно говоря, что и следовало доказать. Группа на месте. Итак, теперь вы знаете, как можно запрещать или разрешать доступ к адресным спискам. И закрыть, например, возможность просмотра для определенных сотрудников. Третий вопрос достаточно простой. Как изменить SMTP-баннер? Когда кто-то устанавливает SMTP-сессию с вашим хаб-транспорт-сервером, ваш хаб-транспорт-сервер выдает так называемый SMTP-баннер, то есть представляется. Этот SMTP-баннер можно поменять. Для того, чтобы посмотреть как, давайте вначале глянем, как все происходит в варианте по умолчанию. Для этого я переключаюсь на наш хаб-транспорт-сервер, где попытаюсь установить SMTP-сессию. Для того, чтобы установить SMTP-сессию, мне понадобится утилита Telnet. К сожалению, она отсутствует в базовой инсталляции Windows Server. Поэтому я разворачиваю в Server Manager Features и добавляю в фичу Telnet Client. Она так и называется. Буквально несколько секунд и она установится, после чего я смогу открыть командную строку и вызвать ее. Итак, готово. Запускаю командную строку и выполняю соединение по 25-му порту со своим сервером. То есть Telnet 127.0.0.1 и 25-й порт на конце. Вот то, что вы видите сейчас. 220. Далее имя, Microsoft SMTP и дата. Это как раз и называется SMTP-баннером. Что мы можем, какую информацию мы можем поместить сюда. Ну, для примера, давайте подсоединимся с каким-нибудь внешним коммерческим или не обязательно коммерческим почтовым сервером и посмотрим, что они вкладывают в SMTP-баннер. Я предлагаю соединиться с сервером live.com. Для начала мне нужно определить, какие сервера готовы принимать почту для этого домена. Я воспользуюсь утилитой nslookup. Прошу прощения. Пропустил букву. nslookup. setq равно mx, чтобы мне вернуло mx записи. И давайте с вами глянем, кто у нас отвечает за домен live.com. Ну, на самом деле, mx довольно много. Я возьму первый из них и по нему установлю сессию. Для этого беру telnet и вместо IP-адреса 127.0.0.1 вставляю какую-нибудь информацию. Что мы с вами видим? Мы видим с вами сообщение о том, что вот такой-то сервер готов принимать почту. И там длинный-длинный-длинный месседж о том, что плохо рассылать спам. Ну, соответственно, вы тоже можете сделать что-то подобное. Итак, как нам что-нибудь вставить в SMTP-баннер? SMTP-баннер прописывается для коннектора приема. И, соответственно, для начала я выясняю, какие коннекторы приема у меня сейчас существуют. Вот. Вижу, что на текущий момент я имею 4 коннектора приема. Ну, поскольку я проверяю сервер Delta, то меня интересуют только коннекторы на сервере Delta. И только один из них работает по 25-му порту. Соответственно, я этот коннектор беру и пытаюсь изменить его параметры. Set. Receive connector. Указываю, какой именно коннектор будет меняться. Вставляю его имя. И ключик-баннер. Вот как раз ключик-баннер и определит, что у меня будет подставляться вместо стандартного баннера. Одно единственное условие. Всегда SMTP-баннер должен начинаться с кода 220. Дальше можете писать все, что угодно. Ну, например, вот такую информацию. Окей, SMTP-баннер сейчас будет подставлен, а мой коннектор изменен. Ну и давайте проверим, сработала ли наша настройка. Для этого я останавливаю SMTP-сессию, которая у меня была наружу установлена. И повторяю соединение со своим сервером. И вижу сообщение о том, что Neo необходимо следовать за белым кроликом. Итак, на еще один вопрос мы с вами ответили. Итак, четвертый вопрос. Как получить информацию о почтовом ящике? В чем соль? Если вы используете графическую оснастку, то там весьма скромная информация о почтовом ящике пользователя. То есть посмотреть детально, сколько писем в каждой папке, сколько весит каждая папка почтового ящика, вы в принципе не можете. Но данная проблема достаточно легко решается, если вы используете Exchange Management Shell. Итак, давайте посмотрим, как это сделать. Я сейчас возьму почтовый ящик, ну того же, например, Илья Рудь, и зайду в его свойства через оснастку графическую. И мы видим, что размер ящика порядка 40 мегабайт и всего 4 письма. Как посмотреть, в какой папке хранятся эти письма и размер каждой папки? Если мы воспользуемся Shell, в Shell есть специальный командлет, который называется GetMailBoxStatistics. Для того, чтобы указать, какой конкретно почтовый ящик интересует, мы берем с вами алиас пользователя Илья Рудь. И, соответственно, получаем itemCount количество элементов 4. Тоже не очень интересно. А если взять командлет GetMailBoxFolderStatistics, то мы можем получить гораздо более расширенную информацию. Но, к сожалению, по умолчанию эта информация выводится в несколько нечитабельном формате. То есть здесь списком идет название каждой папки и ее параметры, включая размер. Для того, чтобы у нас все было красиво, нам необходимо взять командлет GetMailBoxFolderStatistics и использовать другой командлет, формат лист. В данном случае я использую алиас FL. И далее указать, что именно нас интересует. В данном случае нас интересует имя папки, ее name. Ну, давайте возьмем вот так name. Вставим после формата листа. Запятая. Что нас еще интересует? Нас интересует размер папки, folder size. Тоже, соответственно, подставляем. Запятая. Нас интересует количество писем в папке. А это, соответственно, параметр item in folder. Выделяем его. Тоже вставляем. Ну и, в принципе, этим можно ограничиться. Единственное, что не забывайте после формата листа ставить ключик auto size, который позволит вам, ну, скажем так, выровнять таблицу по ширине и не дать ей разъехаться. Кстати, я сейчас ошибся. Конечно, не формат лист мы будем использовать, а формат table. Потому что формат лист нам выведет всю информацию списком, а мы-то хотим красивую таблицу. То есть я беру алиас на самом деле ft. И, опять же, как уже сказал, в конце ключик auto size. И что мы с вами получим? Вот о почтовом ящике или руть мы имеем следующую информацию. Каждая папка, сколько весит, ну и, соответственно, сколько элементов. Используя getmailbox folder statistics, можно вывести очень красивую информацию и, соответственно, подать ее, ну, допустим, там, в качестве письма администратору. То есть изначально можно выбрать самые крупные почтовые ящики, а потом вот такую раскидовку по самым крупным почтовым ящикам, например, по топ-10, отправить уже непосредственно на адрес человека, который отвечает за размер и мониторит ситуацию с размером почтовых ящиков. Окей, я надеюсь, вот такой командлет вам пригодится. Итак, позвольте на этом закончить первый выпуск ответов на часто задаваемые вопросы. Но прежде чем попрощаться, я хочу всех пригласить на курсы в учебный центр специалист на текущий момент по Exchange серверу. Существует два курса, это 10.135, настройка, мониторинг, решение проблемы Exchange сервера 2010 и курс 10.233, проектирование и развертывание почтовых решений. Курсы достаточно интересные, насыщенные, технические, так что будем рады всех вас видеть на курсах. Буду рад ответить на вопросы, которые у вас возникают. Ну что ж, коллеги, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.